В продаже можно найти полно подобных недорогих IP-камер, которые именуются общим термином Cloud Camera, их делают в основном для того, чтобы продавать подписку на облачные хранилища. Однако, их также можно использовать как обычные Wi-Fi камеры с трансляцией картинки на смартфон и записью видео на карту памяти. Технические характеристики. Матрица CMOS 1,4 EndQuad, фокусное расстояние 3,6 мм, 80 градусов, разрешение 1080p. Запись H, 265-25 FPS. ПТС-регулировка, 355 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали. ЭК-подсветка, есть, до 30 метров. Двусторонняя аудио, есть, сетевой интерфейс. Wi-Fi, 802, 11, B, G2, 4 ГЗ. Совместимость с ОС, iOS, Android. Слот для карт памяти, microSD до 64 ГБ. Рабочая температура, 10 градусов Цельсия тильда плюс 50 градусов Цельсия. Питание 5 в 2 А. Внешний вид. Камера упакована в небольшую картонную коробку с поролоновыми прокладками. Комплектация такова. Камера. Micro USB кабель 1 метр. Блок питания. Переходник по евророзетку. Система крепежей. Срепка для сброса. Блок питания используется для запитки камеры. Несмотря на то, что на странице с товаром значится необходимый ток 2, блок рассчитан на ток 1. Пятя, впрочем, его тоже хватает. Вилка у него плоская, но продавец удосужился положить простой переходник. Система крепежей включает два самореза, два дюбеля, пластиковую основу и винт с резьбой 1,4 эндквод. Все это нужно, чтобы вешать камеру на стену или потолок. Кроме того, здесь лежит скрепка, которая используется для сброса настроек камеры. Она у меня быстро потерялась. Вместо нее можно использовать зубочистку. Камера имеет купообразную форму, корпус из белого пластика, не вонюч. На лицевой стороне виднеется объектив, вокруг которого находится вставка из черного глянцевого пластика, за которым скрыты икосветодиоды. Маленькое отверстие, микрофон. Камера транслирует звук и способна его записывать. Конструкция поворотная, 355 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали. Небольшой глазок над объективом камеры, датчик освещенности. Если его закрыть пальцем, то включится ик-подсветка, которая визуально просматриваема из-за малинового свечения 850 NM. На задней стороне находятся Wi-Fi антенны и отверстия встроенного динамика, ведя наблюдение за объектом на своем смартфоне. Попутно можно передавать свой голос на камеру. Макушку камеры я сместил вбок так, что объектив смотрит вверх. Здесь виден слот для карт памяти microSD до 64 ГБ и отверстие для той самой скрепки, чтобы осуществить сброс. Ножек 3, сделанный из резины. По центру основания, впаянная в корпус втулка с резьбой для винта 1,4 эндкод, чтобы камеру можно было крепить на штатив. Размеры 104 на 68, 5 мм, вес 171, 5 граммов. Разбор, подключение. Сперва нужно установить на смартфон приложение, предварительно отсканировав QR-код. Сайт будет на китайском, но сориентироваться будет легко. Нужно нажать на синюю кнопку, скачать и инсталлировать App-файл. Также потребуется зарегистрировать в приложении учетную запись. Интерфейс на русском, но перевод довольно крив и местами смешной. В приложении выбираем, 1 добавить устройство. 2 интеллектуальная видеокамера. 3 сканировать QR-код. Тем временем подключаем камеру к блоку питания. Она полностью прокрутится, сначала по горизонтальной оси, потом по вертикальной. После этого женский голос с китайским акцентом на английском языке скажет Reset Access. 1, в приложении нажимаем кнопку Set нажали. 2, вбиваем пароль от Wi-Fi сети. 3, появится на экране QR-код. Его покажите Wi-Fi камере примерно на 20 см расстояния, пока не пикнет звук. После недолгого ожидания появится надпись, что устройство успешно добавлено произойдет переход в панель управления камерой с активной трансляцией картинки. Элементы интерфейса. 1, по нажатии на этот значок запустится запись видео. 2, отобразить на экране стрелки для поворота камеры. 3, развернуть картинку на весь экран. 4, временная лента событий. 5, воспроизводить на смартфоне звуки, полученные с камеры. 6, аналог Push-to-Talk. Пока нажата кнопка, можно передавать речь на камеру. 7, сделать скриншот с активного эфира. 8, настройки. 9, 10, просмотреть события и записи, доступно с подпиской, поэтому заюзать не смог. 9, настройки. Здесь можно задать расписание записи видео. Включить, выключить микрофон и динамик. Настроить оповещение. Звук, движение. Принудительно включить, выключить ЭК-подсветку. При этом происходит смещение ЭК-фильтра у матрицы. Разворот картинки на 180 градусов. Если камеру решено прикрепить к потолку, кроме этого доступна выборка записи на microSD карту памяти. Если выключить опцию HD видео, то качество видео будет уменьшено за счет разрешения. Информация о прошивке. Образцы записи. Камеру поставил на подоконник и съемка велась через окно. На улице достаточно светло, но хорошо видно, насколько мала частота кадров в секунду и насколько низок битрейт. При повороте камеры также видно, как может нарушиться баланс белого, когда повернул объектив на елке, цвета стали уходить в синеву. Запись звука присутствует, но качество его посредственно. NGT, NGT, оригинал. Солнце зашло за горизонт. Практически стемнело, но зажглись фонари. ИК-подсветка выключена. Ближе к концу видео передаю короткое голосовое сообщение. Можно оценить, насколько звук плох. NGT, 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 оригинал. Краткая информация из Мидия-Инфо очень скромна. Все на минималках практически. Характеристики идентичны также для прямой записи на карточку памяти. Запись ведется не в 1080 рублях, как было заявлено, а в 720 рублях формат. MPEG 4 AT 365 килобитов сек. LAND 4, 80 mbyte for 1 метр. 50, 404 ms. Видео 0, AVK AT 296 килобитов сек. Эспект. 1280 на 720, 1, 778 от 11, 878 фпс. Одио 0 от PCAT 64, 0 килобитов сек. Инфос, первый канал, 8000 гц. Лэнгвидшен. Полная информация из Мидия-Инфо, дополнительная информация. Формат, MPEG 4. Профиль формата, 3GPP Media Release 4. Идентификатор кодика, 3GPP 4, 3GPP 4 AISM, размер файла, 3, 25 мбайт. Продолжительность, 1 метр. 29. Общий поток, 306 килобитов сек. Дата кодирования, ADK 2019-02-24-14 часов 49 минут 24 секунды. Дата пометки, ADK 2019-02-24-14 часов 49 минут 24 секунды. Видео, идентификатор, 1, формат, AVK. Формат, информация, Advanced Video Codec. Профиль формата, MainSobaka 53. 1. Настройки формата, Kabak 1 Refframes. Параметр Kabak формата, да. Параметр Refframes формата, 1 кадр. Параметр GOP формата, 1000 равно 1, N равно 36. Идентификатор кодика, AVK 1. Идентификатор кодика, информация, Advanced Video Coding. Продолжительность, 1 метр. 29. Продолжительность оригинала, 1 метр. 29. Битрейт, 237 килобитов сек. Ширина, 1280 пикселей. Высота, 720 пикселей. Соотношение сторон, 16-9. Режим частоты кадров, переменный. Частота кадров, 12,082 кадров сек. Минимальная частота кадров, 6,250 кадров сек. Максимальная частота кадров, 90000,000 кадров сек. Частота кадров в оригинале, 11,875 кадров сек. Цветовое пространство, EVA. Субдискретизация насыщенности, 4,2,0. Битовая глубина, 8 битов. Тип развертки, прогрессивная. Бит, пиксели звездочка, кадры 0,021. Размер потока, 2,52 мбайт, 77%. Размер потока оригинала, 2,52 мбайт, 77%. Язык, English. Дата кодирования, ADC 2019-02-24-14 часов 49 минут 24 секунды. Дата пометки, ADC 2019-02-24-14 часов 49 минут 24 секунды. Медеэт, Duration, 89,221. Кодек Configuration Box, AVC-C, Audio. Идентификатор, 2. Формат ADC. Профиль формата, ALO. Идентификатор кодека, ALO. Продолжительность, 1 метр. 28. Продолжительность оригинала, 1 метр. 28. Вид битрейта, постоянный. Битрейт, 64,0 килобитов, сек. Каналы, первый канал. Частота, 8000 гц. Битовая глубина, 8 битов. Размер потока, 691 кбайт, 21%. Размер потока оригинала, 691 кбайт, 21%. Язык, English. Дата кодирования, ADC 2019, 02-24, 14 часов 49 минут, 24 секунды. Дата пометки, ADC 2019, 02-24, 14 часов 49 минут, 24 секунды. Медеэт. Дурэйшн, 88,510. Тестовая таблица. Сдается мне, реальное разрешение здесь еще ниже, чем 720p. Обычный режим. Ночной режим с ИК-подсветкой. Еще пару фото с включенным светом и выключенным светом, но с ИК-подсветкой. Задержки. Передача изображения на смартфон, примерно 1 секунда. Передача сигнала поворота происходит чуть с меньшей задержкой. Итоговая сводка. Работа приложения 1. Если приложение с активной трансляцией свернуть, а потом попытаться снова войти в него, смартфон на некоторое время зависает. Характер бага таков, черный экран, не реагирующий практически ни на что. Это раздражает. У меня на RN5 установлена куча приложений и ни одно из них так не вешало смартфон. Работа приложения 2. Всплывающая реклама появляется постоянно, поверх интерфейса управления. Тоже раздражает. Сценарий использования. Внутри небольших помещений офис, комната, где требуется вести наблюдение. Ставить на подоконник окна, 1, 2 этаж, для наблюдения за машиной 50-50. Потому как, если днем можно наблюдать нормально, то ночью, затея весьма спорная. Встроенную инфракрасную подсветку использовать не получится, так как она будет отражаться от окна и засвечивать камеру, абсолютно ничего не будет видно. Мало-мальски что-то можно будет рассмотреть, если улица хорошо освещена фонарями, а на камере в настройках ИК подсветка выключена принудительно. Скрытое наблюдение за собственной квартирой без уведомления об этом отдельных членов семьи, вариант не самый удачный, так как в ночное время суток ИК подсветка будет бросаться в глаза малиновым свечением, помимо этого камера жужжит шестеренками во время поворота головной части. Еще один вытекающий отсюда минус, подъем ИК-фильтра и включение ИК-подсветки происходит синхронно. А вот поднять он и без включения подсветки нельзя. Качество съемки, таковое меня что-то не вдохновило. Малый битрейт, малое настоящее разрешение, низковатая частота кадров в секунду. Несколько лет назад здесь обозревали мегапиксельную 720 рублей, IP-камеру с мегакачеством картинки, вот там да, качество воодушевило. Хотя устройства немного разные, в том случае это наружная уличная IP-камера, в нашем случае офисная. Уведомления, будут приходить часто, так как камера реагирует практически на каждый чих. Однако, если наблюдать за кроваткой с маленьким ребенком, это будет уже несомненный плюс. Размер материала, согласно данным из MediaInfo, которые я предоставил выше, 2 минуты равно тильда 5 мегабайтов, тогда 1 час равно тильда 150 мегабайтов, 1 сутки равно тильда 3, 6 гигабайтов. Подсчеты грубые, но написал для примерного понимания, сколько отснятый материал может занять места, товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...